реализуем этот бизнес-процесс по частям первая часть это будет утверждение у руководителя на новой заявке собственно будет либо утверждать и будет понять пока такая простая часть первым нам конечно же нужно определить руководителя да поэтому нам нужно соответствующее действие выбор сотрудника это специальное действие которое есть прям настройка определение начальника и это действие на основании оксхемы компании сможет определить кто является руководителем для текущего пользователя но даже возможность указывать какой именно руководитель нам нужен первого уровня тот кто непосредственно укладит отделом в котором работает этот сотрудник для какого пользователя но по большому счету мы запускаем бизнес-процесс на создание нового объекта до новой заявки и тот кто ее создал на тот является тем кто отправляет собственно заявку будем везде его указывать как пользователя автор или сотрудник да здесь у нас он находится как значение у поля документа кем создан на наш текущий документ и еще есть важная опция это резервные пользователи если по какой-то причине данное действие не смогу выбрать нужного пользователя но допустим не указан начальник непосредственно этого отдела или что-то там еще а то выберется пусть резервный я пока для простоты укажу себя остальные опции нам не так важны нам не нужно чтобы тот кто согласовывает прям присутствовал и был у него запущен рабочий день либо непосредственно руководитель либо резервный пользователь сохраним теперь можно поставить задание утверждение документа для того кого мы определили выше какие у нас здесь есть на настройке да кто будет утверждать и мы можем выбирать исходя из ранее отработанных действий да в запутных результатах у нас будет действие определение утверждающего выбранный сотрудник можно сделать и такую настройку да но впоследствии если мы как-то по другому будем эту опцию определять более сложным будет алгоритм либо тот кто определен в действии либо если он не определен тут то не просто запасной сотрудник а более сложного алгоритм который выберет нужного пользователя тогда нам придется менять дальше везде эту переменную временную да вот эту которая возвращается действие что не очень удобно поэтому я пока эту формула закрою и создам две переменные которые позволят нам дальше немножко проще делать настройки независимо от того поменять у нас алгоритм логика или нет вернемся в параметры шаблона переменные я сделаю две переменные первой будем хранить того кто утверждает во второй тот кто у нас является автор тот кто запустил этот бизнес процесс а точнее создал заявку которая запустила бизнес процесс сохраним и вернемся к настойкам действий сделаем следующую вещь мы присвоим значение эти переменам с переменной они получается существуют только для текущего запущенного бизнес процесса их значение нужно как-то определить если это специальное действие изменение переменных вот таким образом сохраним в переменной тот кто утверждает и дальше будет спокойно к ней обращаться если будет нужно мы в этом месте поменяем логику откуда мы берем значение для переменной того кто утверждает и так же установлю здесь того кто у нас является сотрудником для которого эта заявка утверждается будем дальше очень просто обращаться к этим двум переменам меньше задумываться о том к какому алгоритму они выбираются и еще здесь делаю одну настройку установлю поле у документа здесь нам нужно другое действие изменение документа у нас же есть статус давайте здесь его и установим после того как бизнес процесс запущен у нас статус на согласование да в конце будет указан тот или иной статус успеха или не успеха согласования теперь настроим высуждение документа подставим сюда нашу переменную сделаем хорошее описание таким образом мы дадим всю необходимую информацию для руководителя что ему необходимо сделать и на основании чего что собственно сотрудник написал в обосновании этих затрат текст статуса это интересная опция она позволит нам более информативно для участников описать что сейчас происходит бизнес-процессом сделаем более соответствующее название кнопок оставим возможность ввести комментарии это уместно если заявка будет у нас отклонена можно указать причину но будет необязательной все остальное оставим по умолчанию давайте добавим установку статуса посмотрите как я это буду делать я возьму перемещу изменение документа да это действие в котором мы уже ставим статус да на другое место при этом зажиму control и отпущу таким образом у меня действие скопировалось со всеми уже созданы в нем настройками укажу здесь что одобрено скопирую еще раз отклонено да в соответствии с веткой здесь у нас ветка да здесь у нас ветка нет что нам еще нужно сделать чтобы минимальная схема была более-менее полной что ли уведомление да для руководителя что ему новое будет задание бизнес-процесса на согласование и уведомление для того кто отправлял собственно была ли одобрена его заявка или нет выберем действие сообщения о уведомлении пользователю открыть у нас будет автор сотрудник который у нас запустил получатель соответственно наш согласовывающий утверждающий текст уведомления можно сделать немножко здесь попроще остальные оставим как есть и уведомления о результатах мы сделаем здесь равными отправителя и получателя чтобы это выглядело более красиво я здесь поставлю уведомление от системы когда автор не будет сам себе отсылать уведомления ну что ж вот такая у нас получилась небольшая схемка для начала давайте ее сохраним и посмотрим как это работает а а а а